Приветствую, друзья! Сейчас подождем людей. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И наша тема сегодня, касающаяся людей, которые зарабатывают в интернете, либо пытаются заработать. Какие методы работы вы используете в своем интернет-бизнесе? Привет, друзья! Пока ждем людей, напишите, пожалуйста, привет и из какого вы города. И поставьте плюсики, кто занимается бизнесом в интернете. Поставьте плюсики, кто занимается бизнесом в интернете. И у меня будут к вам вопросы. Привет, Ужгород, Алексей Ирлов. Василий Корнеев тоже занимается бизнесом в интернете. Нас смотрят пока шесть человек. Двое занимаются бизнесом в интернете. Я занимаюсь бизнесом в интернете. А остальные... Поставьте плюсики, кто работает в интернете, либо пытается заработать. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Знают меня в социальных сетях с 2013 года, как Ирина Агапова. И тема нашей трансляции такая. Я не знаю, какие методы работы вы используете. Очень много ваших знакомых относится к вашей работе не совсем положительно. Поставьте единичку, если вы наблюдали отрицательные отношения со стороны ваших знакомых, близких, соседей, родственников, друзей. Может быть, какие-то насмешки. У Андрея были проблемы. Может быть, ваша жена или ваш муж вас не поддерживает. Я в 2013 году вступила в проект Boldline International. Он сейчас называется Всем миром. Я в нем и до сих пор работаю уже четвертый год. И я со стороны своих родственников, со стороны своего бывшего мужа, видела и ощущала очень большой негатив. Мне говорили, куда ты лезешь, ты только деньги вложишь, да это лохотрон, ты только все потеряешь, деньги потеряешь, время потеряешь и так далее. Я тогда ничего не умела. Но у меня была очень большая цель, жила я тогда в общежитии. Жили мы втроем в 29 квадратных метрах. У меня была настолько сильная цель вылезти из общежития и купить хотя бы двухкомнатную квартиру. Сейчас я живу в трехкомнатной квартире спустя 4 года. Но вот тогда мне очень хотелось. И когда я получила свои первые 10 долларов, мне взрывался мозг, что действительно в интернете можно заработать денег и все это работает. Вот тогда у меня был жуткий азарт. Я начала искать методы. Тогда я работала только лишь в одноклассниках. Запускала различные опросы. Но никогда не писала людям. Здравствуйте. Рада видеть вас в друзьях. Чем вы занимаетесь в интернете? Поставьте двоечки. Кому приходили такие смс-ки? Я уверена, что, наверное, всем приходили такие смс-ки. Честно говоря, от них тошнит. Меня тошнит. Я, конечно, не ставлю этих людей в бан. Я им просто кидаю свое видео, чтобы они учились работать. В ответ очень много слышу негатива. И за 3 года, даже уже 4 года работы, я посещала много тренингов. Я обучалась, я читала книги, слушала аудиокниги. И писала свою методику. Как сделать, чтобы люди шли к вам сами? Я начала пробовать. Помню, в Одноклассниках мы запустили такой опрос. У меня дочка нашла торт в виде какашек. И я просто прикололась, взяла его, запустила опрос и написала. Съели бы вы такой торт? Поставила пробел, поставила свою ссылочку на проект. А тут интереснее. И написала. Да, нет. Этот опрос набирал в сутки по 40 тысяч голосов. И по 50 тысяч классов. И когда я людей спрашивала, как вы пришли в проект, мне люди говорили. Ой, вы знаете, случайно в ленте увидела такой неприятный тортик. А там ссылочка зашла. Увидела эту вашу презентацию. Мне понравилось. Вообще забыла сразу про торт. Ну, вот такие методы мы используем. Или, например, маникюр какой-нибудь закрученный. Либо очень толстых или очень худых женщин. И лился очень большой трафик на наш сайт. Но потом все это ужесточили. Ссылочки в Одноклассниках стали блокировать. И страницы стали блокировать. И мы искали дальше способы продвижения. Потом я записала свое первое видео, которое долго не принимали у нас в проекте. Оно должно быть вообще на пятерку. И я тогда поехала на Черное море. Я взяла яхту. Специально ждала, когда будет солнце садиться. И вот на фоне этого заката я сняла на море, на яхте свое первое видео. И его приняли. Я очень ликовала. Потом я на колесе обозрения сняла свое видео. И мне понравилось снимать видео. Я становилась популярной с каждым днем. Все больше и больше. Ко мне прибавлялись подписчики. Конечно, были и хейтеры. То есть тролли, которые материли. Которые говорили, что у тебя все плохо. Что отвратительное видео. Что я трачу здесь несколько минут своей жизни. Какое дебильное видео. И так далее. То есть я сделала вывод. Если плохие комментарии есть под вашим видео. Значит вы на верном пути. Не надо расстраиваться. Надо наоборот радоваться. Если есть дизлайки. Значит вас смотрят. Если есть плохие комментарии. Значит люди находятся ниже первого этажа. И за вами наблюдают. То есть у них нет таких результатов. Они не умеют записывать такие видео. Вы попробуйте. Зайдите к ним на канал. И посмотрите. У них там один подписчик. И то наверное такой же друг тролль. Как и он. В общем если вам пишут отрицательные комментарии. Это хорошо. Дальше. Я использую. Приглашая не приглашая в свои методики. Использую различные вирусные картинки. Нахожу. У меня кстати есть приложение Постио. Которое мне по темам находит картинки. И постит на моей публичной странице в фейсбуке. А там стоит закрепленная запись с проектом. Всем миром. Люди на нее попадают. Соответственно она у меня в самом верху. А то что идет картинками. Оно просто гонит трафик. Есть у меня в одноклассниках такая картинка. Которая скоро наберет уже миллион классов за год. Там шарики. И когда на них смотришь они просто вертятся. Вот так вот. И я под ними в комментариях часто свои доходы. Видео с доходами выставляю. Либо фотографии. А так как там очень много комментариев. И постоянно идет. Я там каждый день выставляю свои какие-то видео. Или например подписку на инстаграм. И так далее. Привлекаю внимание. В социальных сетях я еще. Например пошла куда-нибудь погулять. Сняла солнышко. Птички поют. Или запишу какую-нибудь историю. Вот я каждый день когда что-то готовлю. Я есть не сяду пока не сниму историю. Если вот вы видели. То история видна у моих подписчиков и друзей. 24 часа. И каждый день я у вас в историях. В фейсбуке сейчас тоже истории можно записывать. И в инстаграме. В инстаграме у меня более тысячи подписчиков. И все друзья смотрят вверху кружочки. Там Ирина Маркелова-Агапова. Каждый день у меня новая история. То есть человек открывает и заходит на свою страницу ВКонтакте. И у него сразу открываются новости. И в фейсбуке. И вверху я. Дальше. Продвигаю я свои страницы. На различных буксах. Сегодня кстати на моей стене увидите дешевый букс. Там за 10 рублей вы можете купить 500 посетителей на ваш сайт. Они будут заходить просто на вашу страницу. Заметьте, если вы зайдете на мою страницу, у меня стоит фотостатус, у меня стоит закрепленная запись, у меня стоит какое-то видео. Под видео еще мои переводы и комментарии. И также люди делают репосты и ставят лайки. Страница у меня продающего вида. То есть когда человек заходит, он сразу упирается в фотостатус. Люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. И смотрят, кто заинтересовывается, заходят. Если вы смотрели топ 10, я занимаю первое место. А нас 870 тысяч человек. Почти 1 миллион в проекте. И я попадаю в десятку лучших. И на данный момент, на сегодняшний день я занимаю первое место. Дальше я выставляю какие-нибудь посты. Не обязательно по работе. Нашли какую-нибудь цитату, выставили. Нашли какой-нибудь анекдот, выставили. Потому что если вы постоянно будете выставлять только по работе. Вот наш проект международный. Наш проект работает 6-й год. Заходите, вот такой классный проект. Люди будут к вам охладевать. Нужно в первую очередь продвигать себя. Продвигать свой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова